Воскресный храм Все это стараниями благотворителей и простых верующих Узнав о том, что этот храм будут восстанавливать, губернатор сам возглавил попечительский совет Основная часть кровли с помощью фонда «Дари добро» при вашем содействии. Большое спасибо И оставшаяся часть кровли при помощи партии. Большое спасибо Совсем другой вид. Народ вас приял, Владык. Радует всех Впереди внутренняя отделка, отопление, благоустройство Священники настроены более чем решительно В позапрошлом году на сводках алтаря храма проявлялись облики архангелов Михаила и Гавриила Они то появляются, то исчезают В том числе и в связи с этим стоит вопрос Восстанавливать старую внутреннюю роспись храма или заказывать новую? Конечно, что поставить, но опять-таки, как говорят художники, легче заново написать После экскурсии по стройке попечительский совет переместился в Павловский центр культурного развития Наряду с вопросами восстановления храма поднимались и другие насущие темы Развитие барышской епархии – главная из них Развитие епархии заключается в том, что зачастую у нас в основном деревенские епархии И несильные приходы, так скажем, немногочисленные Нам не позволяют проводить те молитвенные дома, собрания, где могли бы собраться приход Где могли бы собраться все вместе, помолиться Сейчас в епархии множество храмов восстанавливаются или строятся Есть и глобальные проекты Например, храм «Живоначальные Троицы» в селе Пятино Индинского района Это не только старинный храм, но и полноценный объект культурного наследия Для его восстановления в крошечной барышской епархии нужна помощь государства и спонсоров В Пятине там отец Абриан восстанавливает очень большой, замечательный храм Есть легенда, что этот храм должен был стоять в Индинске Но, так скажем, наши знания будут перетрублены На встрече разговор шел не только о том, какая необходима поддержка по строительству и ремонту храма Но и о духовно-нравственном воспитании молодежи И здесь уже помощи попросили власти Хотя епархия уже давно активно ведет работу в этом направлении На территории действует несколько подростковых спортивных клубов Там ребятам вместе со спортом прививает и духовную составляющую Записав все просьбы, губернатор обещал по мере возможности оказать помощь епархии Все будет зависеть в первую очередь от самих священников и людей, которые им помогают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!